Жилищно-коммунальное хозяйство до недавних пор доставляло немало проблем администрации Слободского. Все предпринимаемые ею меры не могли кардинально изменить ситуацию. Техника устаревала и ломалась, а мусора с каждым годом меньше не становилось. Порядок во дворах и на улицах стал появляться только после того, как городские власти нашли делового партнера. К чему привели совместные действия и каковы дальнейшие планы власти и бизнеса, расскажет Роман Четыреков. Третий по величине город области вовсю стремится быть лидером и по вопросам благоустройства. Проезжая по центральным улицам, разительные перемены в облике Слободского бросаются и в глаза Николая Касаткина. Одно время он преподавал экономику в УЗИ, сейчас, как сам признается, проверяет теорию на практике. В качестве экспериментальной площадки выбрал коммунальное предприятие. Первое, с чего начал, просчитал все текущие затраты. Вывод оказался очевидным – средства расходовались неэффективно. Мы сразу через полгода, еще скажем, когда даже в Кирове не везде было, что датчики начали устанавливать движение, то есть мониторинг осуществлять за машиной, чтобы контролировать, где они двигаются, насколько качественно проводят уборку. То есть стояли положенное время, потом датчики начали, к мониторингу непосредственно датчики расхода топлива присоединять. Получаемая экономия плюс кредиты позволили взяться за обновление автопарка. Так на смену старым мусоровозам пришли новые. Горожане их часто видят не только около домов, но и у контейнерных площадок, приобретающих все более цивилизованный вид. Их оборудованием коммунальщики занимаются вместе с управляющими компаниями. В перспективе такой способ утилизации мусора должен заменить так называемый плановый. Это когда функции бачка выполняет машина, стоящая по утрам возле домов определенное время. Некоторые неудобства у жителям, потому что, скажем, по времени тоже согласитесь, что у каждого свои планы, дела какие-то бывают. Чтобы мусор стоял в доме, скажем, тоже это не очень приятно. Это первое. Второе, что есть нерадивые жители, которые в местах плановых стоянок просто берут пакетики и оставляют, если не успели. И, скажем, уже образуется, скажем, какая-то своего рода свалка, не свалка, но то есть это не совсем эстетично. На уборку стихийных свалок только в этом году в бюджете Слободского заложено около 400 тысяч рублей. Но похоже, что мириться с данной статьей расходов в администрации не намерены. Мы знаем, куда двигаться. Опять же, одна из новостей. Во-первых, я говорил, что в городе созданы условия. И после того, как мы поняли, что условия созданы, мы ведь, что называется, не только пряником, но и кнутом. Совершенно недавно решением Слободской и Городской думы выделены средства, и появилась должность в нашем муниципальном предприятии благоустройства, инспектор по благоустройству. В редакции Слободской газеты готовится очередной острый материал по теме уборки мусора. У автора Сергея Иванушкова всегда на руках непровержимые факты, выставляющие не в самом лучшем свете простых людей и должностных лиц. Говорящее фото появляется после ежедневных рейдов. Осмотр делаю улиц и территории, значит, и выдаю, значит, гражданам или должностным лицам бумаги, значит, либо предложения по устранению каких-то нарушений, либо уведомления. Изучением городских окраин инспектор занимается с конца мая. В день проходит порядка пяти километров. Как результат, за лето им выявлены сотни нарушений требований благоустройства. Вот и эту груду дров Иванушков видит не впервые. Но, судя по поведению хозяина, вынесенное ранее предупреждение ему не указ. А сколько это распилить? Не два часа? Если один человек помогает, один пилит, другой помогает, откидывает. Два часа работает. А сколько? А сколько? Ну давай сейчас, давай сейчас. Что, плохо, что сыр? Сейчас мы кучем на пилу. Давай сейчас вдвоем встанем. За два часа уберем. А? Скрывшись от телекамеры, пожилому мужчине не уйти от ответственности. К противникам чистоты по закону применяются штрафные санкции. Если первое нарушение значит тысяча рублей, повторно уже до двух тысяч рублей. Внедряемая в Слободском целая система наведения порядка коснулась также полигона твердых бытовых отходов. Инициатором его модернизации тоже выступило предприятие Николая Касаткина. По периметру появились линии электропередач, заработала третья по счету карта. Дальнейшие планы включают в себя обустройство весового контроля и возможную установку мусоросортировочной станции. Экономический эффект от предстоящих вложений ожидается не сразу, но предприниматель и власти, найдя общий язык, отдачу от проделанной уже работы меряют отнюдь не деньгами. Ну, экономить на экологии вообще сложно, да, считать экономический эффект. В городе стало чище, вот главный эффект. Не совсем чисто, но в некоторых позициях, вот скажем, на местах несанкционированных свалок мы с вами сегодня можем увидеть бункеры. Хоть немного, но стало чище. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что еще предстоит сделать, да много еще чего предстоит сделать, самое главное, мы знаем, что надо делать и куда идти. Роман Четвериков, Владимир Подлевских, Вести Кировская область.